В стране в 2023-м планируют снизить ставку транспортного налога для многодетных и участников боевых действий за рубежом. В этом году 1,8 млн владельцев автомобилей должны уплатить сбор. После 15 ноября должникам начнет начисляться пеня. Более 6,5 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Это порядка 70% населения. Прививки получили свыше 207 тысяч детей. К слову, производство отечественного препарата от коронавируса начнется в Витебском районе до конца ноября. Акция «Символ единства» с 10 по 13 ноября охватит все уголки Синеокой, в том числе и Бобруск. Патриоты Беларуси посетят город на Березине в воскресенье в 14 часов. Первый в программе – автопробег. Кроме того, запланированы митинги, возложения, диалоговые площадки и концерты. В Бобруйске демонтируют часть водоразборных колонок. В первую очередь это коснется установок, где в радиусе 100 метров нет потребителей с заключенными договорами. Также запланировано отключение на зимний период, но только тех, которые используются для полива огорода. В Бобруйске уже в пятницу стартует фестиваль национальной драматургии. На торжественном открытии в 18 часов презентуют мистическую историю на белорусском языке. Черная панна Несвижа расскажет о призраке молодой особы, который до сих пор бродит по замку. Подробное расписание на сайте театра. Субтитры создавал DimaTorzok